Фу! Юг Китая! Здесь производится большая часть всех китайских товаров. Именно поэтому здесь же на юге в городе Шэньчжэнь находится большинство китайских интернет-магазинов и их офисы их склады, куда они закупают товары и хранят их там перед тем, как отправить покупателям. Я был наверно в большинстве китайских интернет-магазинах, в их офисах, у некоторых на складах был, я не был на торговых площадках Alibaba, Taobao, это все торговые площадки, это как рынок, там я не был, извините, может быть, когда-нибудь попаду, а вот именно в интернет-магазинах был. В некоторых просто побывал, а в некоторые часто хожу, потому что они мне предоставляют новинки, например, совсем недавно компания Gearbest предоставила мне Xiaomi Mi 5, это был такой эксклюзив, я им очень благодарен, и вот я снова направляюсь к ним в офис, потому что они пообещали дать два планшета, которые вы, вы, зрители, выбрали. Раньше магазин Gearbest занимал восьмой этаж вот этого здания, весь этаж. Вот такой вот вид открывается с восьмого этажа, где находился магазин. Там вот детский садик, это какой-то ресторан, это я не знаю, что такое, ну, в общем, трущобы. Говорят, их собираются снести и построить нормальные здания. А на первом этаже здания располагается вот такой вот ресторан, но сотрудники магазина сюда не ходили и есть. Ну, вы посмотрите, это надо быть миллионером, чтобы вот за такой ценник что-то тут покушать. Нет, конечно, выглядит это все прикольно, но я даже не знаю, кто. Вот это кто? Что за звери? Ну, их можно здесь купить. Для работников интернет-магазина это очень дорого. Это только для таких богатеньких, очень богатеньких людей. Ну, это такая, знаете, маленькая деревня в городе, тут это нормально. Ну, а теперь давайте я сделаю маленький марш-бросок и покажу новое здание и новый офис магазина. Меня очень часто спрашивают, насколько надежен тот или иной интернет-магазин. Вообще без разницы какой. А не получится ли так, что я заплачу деньги и ничего не получу? Отвечу. Не получится. Ни один интернет-магазин не создается для того, чтобы кинуть на бабки. Интернет-магазины создаются всерьез и надолго. Это не торговая площадка, где вы можете там за несколько сотен, ну ладно, даже тысяч долларов быстренько организовать магазинчик, провернуть темные делишки и свалить. Интернет-магазины – это не просто домен, это огромная группа людей, это огромные инвестиции и цель любого интернет-магазина – приносить прибыль владельцу, а не быстрое отмывание денег и сваливание, репутация в Китае – это все. Вы знаете, здесь есть такое понятие, как потерять лицо. Вот ни один интернет-магазин не хочет потерять лицо. Могу привести пример, очень простой. Вот смотрите. Забегаловка. Здесь можно покушать. Видите? Видите? Много всего вкусного. И здесь же можно отравиться. Видите, здесь нет ни одного человека. Однако я пойду сейчас и найду другую забегаловку, где много людей. Вот здесь, видите, кушают, тут еще люди сидят. Давайте сравним. Вот забегаловка, где нет людей, ну или один, два, три человека. Какова вероятность там отравиться? Ну то есть, что эти люди отравятся? Вероятность, на самом деле, точно такая же, как, ну во всяком случае, в Китае, как и в другой забегаловке, потому что они все однотипные, все интернет-магазины, построены по одному принципу, применяются одни и те же технологии с небольшими отличиями. В еде так же. Вот представим, не пищи, здесь процент отравлений один процент, но здесь нет народа, hello, hello, а здесь процент отравления тоже один процент, но здесь миллион посетителей. И что получается, что в этой забегаловке никто не жалуется, потому что никто не успел отравиться, а здесь отравились и начинают писать комментарии, да там, постоянно, все плохо, ля-ля-ля-ля-ля, ассоциацию как бы поняли, чем крупнее интернет-магазин, тем больше негатива. Но я только что не зря показал дорогой ресторан рыбный, там вероятность отравления близка к нулю. Но вы ценник видели? Что хочет наш народ? Хочет как можно дешевле, чтоб при этом отвечали на любой его вопрос, чтоб доставка была моментальная, желательно сегодня купил, завтра уже у вас дома было. В общем, народ за минимум денег хочет максимум. Если кто-то хочет максимум, придется платить больше. Есть интернет-магазины, которые специализируются на услугах, скажем так, то есть ценник выше, чем у других, но при этом у них там можно хоть днем, хоть ночью чего-то требовать от службы поддержки, еще чего-то. Когда же вы пытаетесь купить как можно дешевле, ну нельзя рассчитывать, что вас будут облизывать с ног до головы. Ну, нужно понимать это. А это новое здание, в котором разместился магазин GearBest. Занимают они четвертый этаж. Это вот там, где вот этот вот балкончик идет. Согласитесь, получше, чем было старое. Развиваются помаленьку? Офигеть, просто так не пускают в это здание, надо вот такую вот карточку взять, типа я гость. Китайская культура. Вот смотрите, если бы я был в России, я бы подумал, что это венки кому-то на похороны. А нет, это праздничные украшения. Давайте посмотрим новый офис. Офигеть. Ух ты. Симпатяво. Светятся, что ли, или меня глючит? Похоже, светятся. Привет, девчонки русскоговорящие. Здравствуйте. Привет. А где начальник? Подойдет. Подойдет скоро? Да. Нехорошо подглядывать на пустой монитор, в смысле на монитор без хозяина, но я вижу два года им. Да ладно, я об этом так знал. Когда постоянно видишь одних и тех же людей, часто они становятся друзьями, ну или как минимум хорошими знакомыми. Поэтому теперь я захожу так. Привет, кореша. Посмотрите, какой вид с балкона у них открывается. Облезлое, заджуканное, задрыпанное здание. И снизу какая красота. Скоро лето придет, это все будет зелененькое. Фонтанчик есть где-нибудь? Может быть, фонтанчик какой-нибудь сделает? Это все еще строится. Мне кажется, симпатично будет. А это, скорее всего, скоро снесут. Еще у них есть подсветка здания. Ночью, наверное, вообще офигенно выглядит. Начальника, у меня два вопроса. Ладно, во-первых, поздравляю с двухлетием. Спасибо. Во-вторых, что за трава и почему у вас тут все светится? Вам что, курить разрешили на работе для повышения креативности? Какие-то галлюциногенные корешки. Все какие-то довольные сидят. Нет, не все. Они в шоке, что я тут опять сделаю начальника. Нет, просто недавно переехали. Еще запах от ремонта не совсем. Он выветрился. И правда, вот это вам. Вот это проводили опрос. И вот то, что победило, то мне. А-а-а, я видел, в какой-то группе ВКонтакте говорили, что очень маленькое разрешение у этого кубика. Нет? Ничего не маленькое? Я думала, надо проверить. То есть на обзор? Ну, а почему бы и нет? Все должно быть красиво. Ладно, давайте посмотрю, посмотрю. Ладно, уговори. Вот такой вот я слабо характерный. Предложат что-нибудь красивое, блестящее. Я соглашаюсь. В честь двухлетия что обещаете? В честь двухлетия будет акция. Будут всякие сюрпризы для наших клиентов. Много скидок на топовую продукцию. Акция по устройствам на базе Intel. Вот это не то, что… Нет, это десятое. Вот одиннадцатый. А, это одиннадцатый. Да. Ну, цена, согласитесь, вкусная. Да, согласен. А, первые четыреста человек. Все, что есть на складе, решили продать. На самом деле, в акции, посвященной двухлетнему юбилею, все товары, которые будут на страницах, все есть достаточное наличие на складе. То есть, подготовили специально, все заготовили, чтобы была быстрая отправка, чтобы купил, отправил. Мы тут видим, что будет у нас Lucky Draw. И можно будет выиграть. Я не знаю, что такое Lucky Draw. Колесо удачи. То есть, вы нажимаете, и вам выпадает или… Лохотрон, то есть? Нет. Ну, я не знаю, как это сказать. Там, где вот что-то разыгрывают, мне кажется, это все от слова «розыгрыш», то есть… Ну, я смотрю, две тысячи поинтов можно выиграть. Две тысячи поинтов – это 400 долларов. Я хочу. Ночи три. Может, вам травки включится? Можно, можно, можно. Ну, это же правда светится, да? Или меня вот включит? Я понять не могу. Вот эта вот оранжевая фигня. Ну, может быть, там какой-нибудь сюда делаете? Да, светится. Я вижу, у меня пальцы светятся. Хотя, после вашей травы, конечно, тут все светится может. У каждой категории товаров у нас будет специальная страница. И товары на этих страницах будут по сниженным ценам. То есть, вот сейчас мы смотрим, то есть, здесь цены еще не урезанные. Ну, например, лазерный гравер, его можно будет купить, я сейчас точно не помню, но за 40 с чем-то долларов. Вот кроссовки тоже будут на акции. Цена… Только у меня, что ли? Да, как у вас. Иван, сколько на кроссовке будет стоимость? Не помню, 41 или 42? 41, наверное. 41, да? Xiaomi Video X Radar и Mini 0902. А сколько цена будет? Xiaomi будет 6,8 долларов. Xiaomi выпускает новую экшн-камеру, у вас еще нет такой в наличии? Я хочу. Как только, так сразу. Понятно. И еще Xiaomi выпускает, по-моему, камеру для дома. Что-то такое. Да. Да, сейчас в ближайшее время ожидается много интересных новинок от Xiaomi. Четвертый кусочек, да, то что будет от нашего лакомого пирога. В стиле… От какого пирога? Атомного? Лакомого. У меня слуховые коцинации начинают. Ну, то есть, получается, что вторая годовщина, то есть, пять больших кусочков, пять лакомых кусочков для наших клиентов. Ну, вот эта, кстати, популярная модель квадрокоптера и цена очень привлекательная для него. Потому что обычно он стоит 46 долларов где-то. Ну, не 104, точно. Вот почему, вот зачем? Такая вот особенность у магазина. А вот фонарик очень популярный у наших покупателей. Обычно на него цена чуть-чуть выше, но на юбилей тоже будет порядка 3-3 тысяч штук отдаваться по этой цене. А, кстати, смотрите, что еще есть. Что это? Это ваше? Нет. То есть, сегодня я в почту упала буквально, может, пару часов назад. Кто-то из ребят сделал неофициальный фан-клуб Гербеста. То есть, вы вот эти вот телефоны на обзор ничего не отсылали? Они сами покупают? Нет, то есть, люди сами делают. В этом году Гербест открыл новые направления – одежда, сумки, всякие аксессуары. Заказали со склада товар, осматривали качество. Ну и как, вот это вот пойдет в продажу или нет? Ну, это, в принципе, качество неплохое. Вот это интересно, вот это я отбраховала. Это удалим. Не, ну это мне не интересно, я по электронике больше. Вот кубик Рубика приколол. Это будет на сайте? Да, это есть на сайте, да. Уже есть? Да. Ну, сам бы я, конечно, с таким не ходил, но ребенку… Девчонкам, девчонкам, школьницам. У меня Майя, думаю, вот такого бы приколол. Ну все, всем пока. Пока. Приятно было вас снова увидеть. Пойдемте, я вас провожу, а то вас опять не выпустят. Пойдемте. Красивый у вас новый офис. Старый как-то, явно похуже был. Спасибо. Мне тоже очень нравится мой офис. Несколько лет назад я себе даже представить такое не мог, что спокойно буду вхож в офисы интернет-магазинов, смогу просить новинки. Времена меняются. Спасибо всем интернет-магазинам за сотрудничество.